Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас манты, потому что давно их не было. Не знаю, как правильно, манты или манты. Когда я говорю манты, меня все исправляют. Говорят, нет, манты. Когда говорю манты, опять все исправляют. Поэтому даже не знаю, буду называть просто манты. Обычная холодная вода. Ой! Ой! Значит, здесь у меня маслины, огурчик, имбирь и сметанка. Буду макать сметанку. Конечно, здесь очень много. Не знаю, смогу ли я все это съесть. Но в любом случае, нажраться повод у нас есть. Потому что сегодня мы будем клеить обои. Весь процесс буду показывать вам уже на кухне. Некоторые пишут, вот. Какой ужас, сами клеить обои. Неужели у тебя нет денег заплатить кому-то? Чтобы поклеили. Но, блин, во всем есть свой кайф. Тем более у нас хорошо получается. В той комнате ни одного шва не видно. Все просто идеально. Хотя нет, вру. Один шов все-таки видно. Но ситуация не критичная. Так что все нормально. Будем сегодня клеить. Весь процесс вам покажу. Уже сейчас положила на зарядку камеру. А до того, как кухню привезут, мне как бы надо, чтобы вопрос решился с обоими. Отобрала здесь один вопрос, очень интересный, на который я никогда не рассуждала. Вопрос задает Хаяля 271. Хаяль, тебе огромный привет, спасибо, что смотришь. Помнишь, Айка, ты рассказывала о том, что ты родилась в деревне? Это очень интересный факт, потому что я сама тоже живу в деревне. Вот мне интересен тот момент, что почему твой папа решил переехать. Возможно, вы не ладили с бабушкой или были какие-то другие вопросы. Возможно, папе предложили новую работу. Расскажи поподробнее об этом, почему ваши родители решили переехать в город. И я ни от кого не скрываю, что я родилась в деревне, и я даже как бы горжусь этим. Почему мы переехали? Папа у меня работал в полиции. И после где-то 5 лет работы он понял, что эта сфера абсолютно не его. Папа всегда говорил, что надо быть очень жестоким человеком, чтобы работать в полиции. А он у меня добрый, белый и пушистый. В общем, сначала у родителей был только мой брат. Когда мама была беременна мною, папа вообще не хотел ребенка. Папа сказал, что давай лучше встанем на ноги, переедем в город потом уже. Папа всегда мечтал, чтобы его дети были с высшим образованием, с хорошей работой. А в деревне это все сделать проблематично. Естественно, папа сам тоже это все видел. Например, подготовка к универу. Чтобы отправить ребенка по репетиторам, тебе надо каждый раз нанимать такси или иметь свою собственную машину, чтобы отвезти ребенка к репетитору и привезти. Деревня, в которой я родилась, она находится далеко от магистрали, где едут автобусы. И получается где-то 7 километров. Надо ехать на машине, чтобы доехать до остановки. У меня папа всегда был таким человеком, он не любил стоять на месте. Он постоянно хотел развиваться, чего-то добиваться. В этом плане мне очень повезло с папой. И, в общем, даже мама боялась переезжать. Боялась, что что-то не получится. Потому что жилья нету, как таковой работы нету. Куда переезжать-то. В общем, папа хотел переехать еще до того, как я родилась. Он постоянно маме говорил об этом. Мама все откладывала, откладывала. Откладывала. Потом мама забеременела мною. Папа немножко расстроился, если честно. И пришлось переезд немножко отложить. Потому что с Крудничком в незнакомом городе без работы уже сложно. И получается... Мне тогда было годика два, наверное. Папа уже вышел с работы из милиции. В то время милиция называлась. И нашел работу в городе. Работа была не... Супер оплачиваемая. Но все же... Папа начал что-то там копить, думать. Естественно, сразу накопить на квартиру нам не удалось. Точнее, родителям. И мы как бы снимали дом. Такой небольшой частный дом. В один день как бы папа объявил, что все, так продолжаться больше не может. Давай переедем. То есть инициатива была не от мамы. Я честно понимаю женщин в какой-то степени. Тех, кому приходится постоянно своему мужу говорить о том, что мы должны двигаться вперед. Мы должны чего-то добиваться. Жизнь идет. В случае с моим отцом... Вообще по жизни ему такие слова говорить даже не нужно было. Мой папа сам знал, чего он хочет. Никогда не хотел стоять на одном месте. Хотел всегда развиваться. Дать нам больше. Я честно очень благодарна своему отцу, что он тогда сделал этот шаг. Возможно, если бы тогда он не сделал этого шага, то сейчас бы у меня не было канала, у меня не было бы любимой работы. Я не жила бы здесь. Я не жила бы этой жизнью, в которой я живу сейчас. Вы знаете, все зависит от человека. Кому-то комфортно в деревне. Например, у нас есть сосед. Он продал свой дом в Баку и купил три дома с огромными участками в деревне. У него есть три ребенка, два сына и одна дочка. И получается, что все они обеспечены недвижимостью. Просто в деревне. Я не безумно счастлива, что они переехали из города. То есть, опять же, все зависит от человека. Я не хочу жить в деревне. Я рада лично, что папа переехал. Я ему постоянно об этом говорю, когда мы с ним так сидим по душам, разговариваем. Я говорю, папа, спасибо, что тогда сделал этот шаг и перевез нас в город. Уже в первый класс я уже пошла в городе. Потом родители долгие годы копили. Экономили мы просто на всем. Я помню, даже мама брата стригла сама. Просто была цель купить недвижимость. И мы купили как раз-таки дом, который мы снимали. Так получилось. Ну, просто повезло чисто. Мы, получается, снимали-снимали где-то года два. За эти два года накопили энную сумму денег. Нам объявили, что дом продается. Сказали сумму. А получается, что нам не хватает совсем чуток. Мы объяснили хозяину дома, что большая сумма у нас есть. Продайте нам. Хозяин дома был азербайджанец. Царство ему небесное. Такой хороший человек. Решил дать нам как бы отсрочку. В то время ипотек. Всех этих возможностей не было. К сожалению, да. От государства давали квартиры. Сейчас, мне кажется, так круто. Даже подросток, у которого есть более-менее стабильный заработок, может взять себе квартиру в рассрочку. Пусть даже студию. Это же круто иметь свой уголочек. А раньше такого не было. Вот так рассказывают родители. Поэтому как бы было сложно. И мы, получается, накопили эти деньги. Первую часть, где-то 70% от квартиры отдали. Ой, от дома. И уже живя там, оставшуюся сумму тоже мы потихонечку отдали. Ну, круто было, что хозяин квартиры, он согласился на такие условия продажи. Очень хороший человек был. Вот вы угораете, когда я говорю про судьбу. Вот суждено. Я верю в Аллаха, я верю в судьбу, что наша судьба уже предначертана. Конечно, что-то, естественно, зависит от нас, но все же. Вот почему я так считаю, могу объяснить. Я купила квартиру, и только после покупки я узнала, что эта квартира число, мое любимое число, Бригиндия. Там стоит входная дверь. И сверху входной двери есть свет, который освещает, так скажем, подъезд. То есть сверху моей квартиры. И там лампочка розовая. Я просто чисто случайно тот день включила, я была в шоке. Весь подъезд стал розовый. Мне кажется, эти два фактора как раз таки являются знаком, что эта квартира просто была суждена мне. и именно поэтому, наверное, у меня не получалось с другими квартирами. Также и с отношениями. Если у вас с кем-то там что-то не получается, не расстраивайтесь. Где-то ходит человек, который является вашей судьбой. Главное, не упустить этого человека. В общем, папа, сколько ни жил в деревне, его как бы на подсознательном уровне всегда было желание большего. В деревне как бы прогресс тоже возможен. Есть люди, которые строят там огромные виллы, живут себе офигенно. Но все намного сложнее. Труд физический, он сложный. поэтому я всегда папе говорю, спасибо тогда, что перевез нас. я поела. Было очень вкусно. Ссылку на рецепт я вам оставлю внизу. Обязательно переходите и готовьте себе тоже такие вкусные манты. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться. 辉 ascлав'da. McGregory, спасибо. Продолжение следует...